Вот если бы я, например, просто поела кашу, а как питаться в заведениях, в отпусках? Очень важно завтракать в первый час после пробуждения тем. Дневная сомнливость – это нормально? Я пью очень много кофе. Я думаю, что в районе 8-9 утра ты очень сильно захочешь завтракать. Вот мы и развеяли миф, что Ксения Черная питается святым духом только. Всем привет! С вами Ксения Черная, Николай. Очень привет. И у нас сегодня очень необычный выпуск. Мы пришли в заведение позавтракать и показать, как даже в обычном заведении, которое не позиционирует себя как ПП, ЗОЖ и какие-то другие модные слова, найти то, чем можно позавтракать. То есть мы будем смотреть меню, обсуждать, что можно брать, чем я завтракаю, что лучше на завтрак не брать. И обсуждая меню, мы с вами увидим, что в абсолютно любом заведении можно выбрать еду, можно попросить что-то не добавлять в эту еду, либо что-то на что-то заменить. Ну что, поехали! Для всех наших подписчиков я приготовила специальный подарок. Мы вместе с командой составили для вас список из пяти небанальных ошибок, которые совершает практически каждый из нас. Для того, чтобы получить подарок, вам необходимо перейти по ссылке в описании к этому видео, и вы получите подарок на почту в ту же секунду совершенно бесплатно. Да, я еще добавлю, у меня очень много вопросов касательно того, именно как правильно организовывать свой завтрак, какой там, не знаю, должен быть жиры, белки, углеводы, какие-то такие моменты. Ну то есть я люблю очень вкусно покушать, и ты будешь отвечать в этом видео за как кушать правильно, а я буду отвечать за то, как кушать вкусно. Хорошо. Если ты позволишь договорить. Здесь мы подберем и вкусно и правильно. Супер, здорово. Так, меню здесь электронное, поэтому давайте с телефонов посмотрим, что мы можем заказать сегодня. Да, итак, мы смотрим в завтраке. Вот, в принципе, это то, с чего мы будем с тобой начинать. Цель из скрэмбл из трех яиц. Здесь все отлично, да, это яйца, которые, и вообще на самом деле дома очень легко делать скрэмбл. Я тоже делаю дома скрэмбл часто платону, это очень быстро и удобно. Если я правильно помню, в скрэмбле молоко есть. Ты можешь спросить его, можно делать, его делают с молоком, можно сделать скрэмбл на миндальном, то есть ты просишь, но опять же, Коль, смотри, это касается тех, у кого есть большие проблемы, да, с лактазной недостаточностью, то есть молока в скрэмбле, как ты понимаешь, его там кот наплакал. Ну, то есть если у тебя... Чуть-чуть можно. Да, то есть если у тебя нет явных проблем с высыпаниями на лице, ты не восстанавливаешь ЖКТ, у тебя нет лактазной недостаточности, то то количество. Это вот у меня последний раз задали вопрос в Инстаграме. А почему вы в заведениях позволяете себе есть глютен и лактозу? Я отвечаю, что, во-первых, у меня нет лактазной недостаточности, у меня нет ни одного хронического иммунного заболевания, у меня нет проблем с желудочно-кишечным трактом, у меня нет высыпаний на коже и так далее. То есть у меня нет оснований категорически исключать эти продукты. Но так как в моей обычной жизни дома у меня там нет хлеба, здесь я хлеб не беру, то то минимальное количество, которое может быть в заведениях, оно вообще не принципиально и не повлияет на здорового человека. Грубо говоря, если у тебя анализы все в норме, нет дефицитов, то можно или нет? Если у тебя, вот то, что я перечислила, проблемы с ЖКТ в первую очередь, ты знаешь или не знаешь про свою лактазную недостаточность, у тебя есть аллергические реакции, экземы, дерматиты, проблемы с кожей, тогда да, ты это не ешь, а пока ты это не восстановил. Глазунь из трех лиц, ну тут все максимально просто, да, можно в принципе всем. Да, и к ней можно взять, здесь есть, тут просто будут еще салаты, и вот, например, я очень часто беру тоже либо скрэмбл, либо глазунью и просто большую чашку салата. Мы можем эту чашку салата заказать, там просто обычные овощи, зелень, томаты, огурцы, перец и так далее. Далее, смотри, пошли каши, и здесь уже тоже ребята большие молодцы. На самом деле я очень часто прихожу и говорю, а вы не могли бы сделать так? Или вот, например, мы прилетели из Штатов, и я говорю, пожалуйста, а не, даже не из Штатов, раньше, вот в Екатеринбурге очень много кафе, где делали драники из кабачков, а здесь не было нигде. Мы приехали и сказали, можно, пожалуйста, попросить. Тут прошел месяц, ребята потестировали, попробовали, готовят на безглютеновой муке. Вот сегодня мы закажем оладьи из кабачка, вот, то есть люди идут навстречу. То же самое здесь с кашей, смотри, пшенно-тыквенная каша с медовой крошкой. Я когда ее заказываю, я ее заказываю без сахара, вот, то есть ты можешь тоже всегда попросить, сладкую, несладкую, здесь тоже подают в разных вариациях. Пшенная каша, это ок? Это углевод, просто обычно пшенную кашу я бы не стала заказывать. Я обычно, если, например, это бывает крайне редко, когда я заказываю кашу, если я заказываю, я, например, заказываю половинку каши в дополнение к скрэмблу и чему-то из яиц, например, тогда это, да, это углевод, но у меня еще есть, допустим, там скрэмбл, авокадо, жиры и белки. Грубо говоря, если ты просто пришел, заказал кашу и кофе, это плохой завтрак? Это плохой завтрак, это углеводы, то есть ты здесь не поел белка, ты здесь не поел жиров. Вот дальше идет уже хороший очень вариант. Перловая каша с белыми грибами и индейкой. Вот, и прям сытно. Все, здесь вообще вопросов нет. Единственное, что перловка, это глютен. Ну, то есть, если с глютеном нет вопросов, то вот вы берете перловую кашу. Это может быть, кстати, гречневая каша. Здесь есть гречневая каша. Можно попросить гречневую кашу с грибами и с индейкой. Все, у тебя здесь белок, у тебя здесь углеводы. Можно попросить половинку авокадо, и это будет, например, идеальный вариант завтрака. Тут нет в меню гречневой каши. Она есть в гарнирах. И здесь ребята всегда идут навстречу. То есть, ты всегда, например, если есть что-то в меню, ты можешь попросить поменять одну кашу на другую. И это всегда, там, люди идут навстречу. Ну, не на правах рекламы. Мы находимся в заведении в Челябинске, которое называется Envy. Envy вообще не на правах рекламы. Вообще попросились. Но на самом деле здесь очень вкусно. Мы могли бы, вот у Коли были еще другие варианты. Я говорю, при всем уважении к хозяевам тех заведений, мне там невкусно. И мы пришли сюда, потому что я действительно, и все знают, что я здесь очень часто завтраку. Так, сырную вафлю мы пропускаем. Гречневая вафля лучше. То есть, все, здесь уже вафля на гречневой муке. Вот это хорошо. И здесь пастрами. Это типа, там, мясо, беконо и соус. Вот. Это уже хороший вариант. Я думаю, что это прям вообще чуть ли не идеально, да? Вот, хочешь заказать, да? Давай, я думаю, да. То есть, это углевод. Я бы сюда, смотри, еще добавила овощи, и тогда это будет вообще идеально. Идеальный завтрак. То есть, это белок. Почему овощи? Типа тут не хватит. Потому что здесь нет клетчатки. Здесь нет клетчатки. Здесь есть углеводы. Это гречка. Здесь есть белок. Это пастрами. И здесь нет клетчатки. А клетчатка у нас должна быть в каждый прием пищи. А клетчатка в организме что у нас? Строительный материал? Нет, это пища для нашей полезной микрофлоры. Она отвечает за мотору путешеечника и так далее. То есть, плюс овощи являются основным источником витаминов и минералов. То есть, здесь ты не получишь, да? Большую часть. Здесь больше ты получишь углеводы и белки, а витамины и минералы где? Вот. Поэтому, если мы выбираем, например, вам можно вот эти вот... На хлебе. Завтрак на хлебе. Завтрак на хлебе, да. То есть, да, обязательно добавляйте овощи. Вот, смотри. Драник, из цукини со стричтелло и прошутто. Вот. Я прошутто, честно, не очень люблю. Я просто прошу, чтобы мне сделали... То есть, я, смотри, собираю. Я беру вот это блюдо. Драник, из цукини? Это мы готовились с тобой? Да. Это мы готовились с тобой. Вот здесь тоже ребята их делают. Соответственно, я беру драник и стукини. Я прошутто не люблю. Я заменяю его на лосось. Плюс я к этому блюду добавляю скремл из яиц и авокадо. Вот сейчас мы это закажем, и я покажу, как это выглядит. Дальше, ну, тут, грубо говоря, вот здесь есть сырники, блины. Если я ем сырники, то вот как раз я периодически ем их здесь. То есть, у меня там нет лактазной недостаточности. Но я их не ем каждый день. Это не мой основной завтрак здесь. То есть, это тоже раз в две недели, например, и по выходным дням. Вот мы и развеяли мир, что Ксения черная и питается святым духом только. Не, не с ней, не вообще не святым духом. Я на завтрак очень много ем. И чаще всего еще к тому блюду, которое я заказываю, сейчас покажу, я еще ем фермерский йогурт с ягодами и пудингами. Он без сахара, там есть домашняя гранола, там есть фермерский йогурт и есть ягоды и чья пудинг. А что ты знаешь, что он без сахара? Ну, я здесь спрашиваю, сделаю вопросы, что добавляют, есть или нет сахар. Единственное, что, например, если я ем дома, такой вариант, то у меня дома домашняя гранола, и дома я ем это с миндальным, точнее, с кокосовым, с миндальным редко, с кокосовым йогуртом, который мы снимали у Нины. Нина делает, я у Нины покупаю, и я беру вот кокосовый йогурт, свою гранолу и все это ем. Вот, в принципе, все. Вот смотри, здесь топпинги. Форель, сливочный сыр, руколы. Это все, что ты можешь, по сути, добавлять в дополнение к своим блюдам. Ягоды и так далее. Вот, собственно, все. Вот из салатов, из салатов я тебе покажу. Вот, здесь есть овощной салат с рыжиковым маслом. Вот, прекрасно. Вот как дополнение. Вот, например, если ты будешь брать гречневые вафли с пастрами, я бы на твоем месте взяла еще овощной салат, и будет вообще идеально. Я возьму завтрак, как я обычно. Это я. Короче, блин, это очень прикольно. Мы с тобой 10 минут разбирали меню, я себя поймал на мысли о том, что, надеюсь, наши зрители тоже поймали на этой мысли о том, что вот, когда ты приходишь в заведение завтракать, это не значит, что ты какой-то там раб меню, что ты можешь вот это взять того, вот это взять того, вот здесь вот чуть-чуть сделать и как бы сам самому себе, как сам себе режиссер, конструкторам сделать идеальный завтрак. Да, надо просто понимать, на самом деле. Мне кажется, очень часто сейчас вообще заведение открытое. Я, если честно, не встречала даже ни в Москве, ни в Екатеринбурге, что тебе вообще очень часто сейчас делают набор. Вот, например, мы с тобой обсуждали в Екатеринбурге заведение. Там просто, например, яйца. Скрембл, глазунья, пашот и так далее. Ты выбираешь яйца. Список топпингов. Авокадо. Авокадо нарезанное, авокадо в виде гуакамоле. Там, например, овощи, не овощи. И ты берешь и собираешь свою тарелку из того, что ты, по сути, любишь есть. То есть надо просто понять, а что тебе можно, и все. Я знаю, что вы постоянно проводите вебинары. Вы как-то касаетесь вот именно вопросов идеального рациона? Да, вот это особенно вебинар, который про желудочно-кишечный тракт. Вот мы там разбираем, какие продукты нельзя есть, кому какие можно. То есть вот я про себя знаю, про свою лактазную недостаточность, спрос о ее здоровье. И все спрашивают, вот вы едите, Ксения. Да, но вы не Ксения, и вы не Николай. И, например, вы не можете есть и заказывать то же самое, что ем я или кто-то другой. Потому что у вас может быть аутоиммунное заболевание, у вас могут быть проблемы с желчным пузырем, у вас может быть кандидоз. И тогда вы, конечно, не закажете себе, например, адресовую кашу, но вы закажете себе драники из цукини, например. То есть вы должны понимать свои особенности организма. И тогда вы сможете в любом месте, и все говорят, а как питаться в заведениях, в отпусках? У меня вообще такой вопрос не стоит, там везде есть еда. Просто вопрос в том, что часто мы видим не блинчики, а не какую-то полезную еду. Мы привыкли к этому сладкому вкусу, а нам надо просто отучить себя и делать себе полноценный завтрак. То есть завтрак – это не кофе с круассаном и с булочкой и так далее. Просто это вопрос понимания полноценного рациона. Приходите на вебинар по ЖКТ, если вы хотите узнать, что действительно вам можно есть, что нельзя, и вот каким образом составлять вот таким образом структуру рациона. Круто! Ссылка находится в описании к этому видео. Так, Ксюша, смотри, мне принесли воду, получается, принесли тебе, я у тебя ее чуть-чуть украл, и мне принесли кофе. Теперь, внимание, важный вопрос. Я пью очень много кофе и пью постоянно. Каждый день утром просыпаюсь с кофе, еду на работу, там, пью кофе, в обед, обедаю, пью кофе. Ну, в целом, я так посчитал, примерно где-то 0,7-0,8 литров кофе выпиваю в день. Внимание, вопрос. Я помню, у тебя было видео на канале про кофе, и ты там говорила, ничего страшного никого. Слушай, ничего страшного в чашке кофе. Вот, а в 7 чашках кофе есть много чего страшного. Во-первых, ты пьешь кофе натощак, вот, и твоя слизистая встречается с кофеином. А кофеин раздражает, допустим, слизистую пищеводу, слизистую желудку, поэтому кофе мы не пьем натощак. Это тоже очень важно понимать. Плюс, вот смотри, да, мы заказываем воду с лимоном, мы тоже снимем видео, да, про воду с лимоном, зачем ее нужно пить. Ну, как бы все, все, кто знает, да, меня давно и вообще смотрят вебинары и видео. Я говорю о том, что если нет раздраженной слизисты, то вода с лимоном – это прекрасное средство запустить работу желудочно-кишечного тракта, повысить уровень соляной кислоты в желудке. Давай снимем про это видео отдельно, да, без проблем. Давай кофе вернемся. Вода-то, я понимаю, что… Ну, нет, ну, это мы скажем, что вот мы пока сидим, мы сделали заказ, вот мы заказали воду и прием, чтобы готовиться к приему пищи. Кофе мы в идеале должны пить либо после еды, желательно, где-то через час, либо там в промежутках между едой, но это не должно быть кофе там с молоком, с печенькой и так далее, чтобы это не было перекусом. Вот, а почему вообще, вообще идеальнейшее время употребления конта – это в районе 3-4 часов дня. Почему? Во-первых, это неправильно, что вы просыпаетесь утром благодаря кофе, потому что утром и так должен быть самый высокий уровень кортизола. Когда мы просыпаемся, другой вопрос, что при большом уровне стресса он нарушен, и у нас наоборот. Мы просыпаемся, как сонные мухи, потом раскачиваемся, и к вечеру мы так здесь суперактивные, что вообще… Вот это неправильно. Вот, мы должны просыпаться бодрыми, максимально активными, потому что кортизол у нас самый высокий, там 6-7 утра и так далее. Потом он высокий-высокий, потом мы обедаем, и он начинает постепенно снижаться в районе 3-4 часов дня. Поэтому многие спрашивают, дневная сомнливость – это нормально? Это, если эта сомнливость не на постоянной основе, то да, допустим, после обеда в районе 3-4 часов дня такое снижение активности – это нормально. И вот тогда как раз мы можем выпить кофе для того, чтобы поднять, например, уровень кортизола. Но это вообще ненормально. И, например, ты говоришь, Ксюша, это нормально, что я пью кофе? Я тебе говорю, Коль, ты как спишь? Ты говоришь, плохо. Все, ответ на вопрос. Тебе нельзя пить, только кофе. Есть твой объем воды, которую ты обязан выпивать. Нам нужно выводить кофеин из организма, потому что кофеин как раз оказывает самые неприятные действия. Его там фильтруют почки и так далее. Поэтому, когда ты выпиваешь чашку кофе, дополнительно к своему объему жидкости… Один к одному. Ты должен выпивать еще один стакан чистой воды на каждую чашку кофе. Делаешь ли ты это? Ну, это да. А может, там, я не знаю, какие-то полезные вещества, а витамины содержатся в кофе? Витамины в них не содержатся. Смотри, наоборот, например, если у человека большие дефициты, то ты употребляя такое большое количество кофеина, будешь их только усугублять. Почему? Например, потому что там содержатся танины, они связывают минералы и очень быстро выводят их из организма. Вот ты сходил в туалет, железо в первую очередь, да, и поэтому, когда мы говорим, что есть там железодефицит, например, то мы либо вообще на это время убираем и черный чай в том числе, и кофе в том числе. Девушкам с иномией кофе пить противопоказано. Либо там одна чашка и не больше, но лучше вообще убирать. И тогда мы отодвигаем этот напиток, чтобы хотя бы та еда, которую мы поели, она усвоилась, и потом вы только там попили кофе. Но точно не вместе, как у нас все это делают. Блин, круто, спасибо большое. Так, нам принесли еду, давай вкратце. Я смотрю, у тебя здесь есть строчтелла. Слушай, она здесь есть, она на самом деле очень вкусна здесь в этом случае. Это молодой сыр, вот, и так как мы уже это обсуждали, можно убрать, если вам нельзя, можно оставить, если вам можно. Ну, то есть вот это количество строчтелла на весь день, оно вообще абсолютно не критично. Авокадо, драники с цукини, скрэмбл. То есть здесь белки, жиры, жиры. Цукини – это клетчатка, по сути, то есть вот лосось, тоже белки и жиры. Вот, по сути, это идеальный прием пищи для меня. Ну, для многих людей, не только для себя. И для многих людей, да. Ну, единственное, что, смотри, если есть проблемы с желчным пузырем, то не все вывезут такое количество жиров. Надо смотреть, то есть кому-то, возможно, у кого-то может быть, допустим, тяжесть в правом подреберье, где желчное. То есть, ну, к такому приему пищи нужно быть готовы. То есть это больше такой жировой завтрак, нежели чем. Так, что у меня, смотри, здесь есть. У тебя гречневые вафли, у тебя пастрами – это мясо, у тебя зелень, огурцы. И мы в дополнение заказали тебе овощной салат для того, чтобы дополнить твой прием пищи клетчаткой. Потому что, ну, как бы, несколько огурцов и салат – это не полный, да. Потому что у меня, например, драник из тетини, да. Причем он очень высокий, достаточно большой. Но тоже, если бы, например, был мужчина, он мог бы заказать вот такую порцию и еще салат. Ну, выглядит как будто много, если честно. А это много, тут большие порции. Надо не доедать. На самом деле, мы просто поделим, на самом деле, можем поделить. И ты поешь, и я поем, да. Так, ну, на самом деле, я даже не знаю, что дальше говорить. Я уже предлагаю поесть. Да, давайте. Насколько вообще важен завтрак в жизни человека? Самый важный прием пищи. То есть я вот так по завтракам, я могу не есть вообще совершенно спокойно до ужина, я даже не вспомню про еду. Если завтрак правильный. Если завтрак правильный. Вот если бы я, например, просто поела кашу, то все, мне кажется, через полтора часа у меня бы уже была усталость, мне захотелось бы что-то еще поесть, перекусить. У меня бы не была не такая умственная активность, а жиры нам позволяют иметь долгую энергию и сытость. Слушай, у меня очень долгий период жизни, я вообще не завтракал. То есть я просыпался, шел на работу, Это большинство так делают, Коль? Насколько это вообще вредно, полезно? Это вредно. Первый прием пищи у меня был в 12 часов, я просыпался в 8. Если ты при этом не смещаешь ужин, то как вариант такое может быть. Но проблема в том, что если ты вовремя не позавтракал, либо вообще пропустил, либо поздно, потом ты переешь на ужин, потому что твой организм доберет этот объем пищи все равно. И получается, что большинство людей не позавтракали, либо позавтракали поздно, потом пришли домой вечером, в 7-8 вечера открыли холодильник, и просто не тут вообще все, что плохо лежит. А после 5 часов вечера у нас уже ЖКТ очень работает слабо, и вся еда тогда перебаривается достаточно тяжело. То есть можно ли сказать о том, что если ты не завтракаешь, то ты толстеешь? Да, это у большинства людей. И как раз очень важно завтракать в первый час после пробуждения тем, у кого есть лишний вес, у кого есть инсулинорезистентность, потому что это дает ощущение сытости на весь день. И, кстати, многие не хотят завтракать просто потому, что они поздно ужинают и очень плотно. И все говорят, я не хочу завтракать. Что делать, если я не хочу завтракать? Здесь, во-первых, могут быть проблемы с ЖКТ, нет аппетита, есть проблемы с кислотностью, с желчным. И у человека, допустим, по утрам тошнота, и он не хочет завтракать. Это раз. Второй момент, большинство людей, кто не хочет завтракать, они просто очень поздно ужинают и очень плотно ужинают. Конечно, ты не захочешь. А попробуй поужинать в 6 вечера, не после 7. Я думаю, что в районе 8-9 утра ты очень сильно захочешь завтракать. Круто. Так, Ксюша, смотри, я тебе что могу сказать? Я прям чувствую, как мне не хватило белка. То есть у меня были вафли, чуть-чуть бекончика, и огромная просто тарелка салата. Я чувствую, что меня чуть-чуть обманули, если честно. Нет, я не обманули, слушай, я... Нет, нету чувства сытости, поняла, про что я говорю. Все правильно, потому что, например, смотри, я заказала оладьи с цукини, с лососем, но я заказала себе еще с крембл. Если бы у меня просто был лосось, мне бы тоже белка не хватило, и было бы недостаточно. Поэтому мы миксуем. Получается, что я сегодня позавтракал с минимальным количеством белка. Как это отразится на моем следующем дне? Ну вот, наверное, сегодня. Может быть, никак. Ну, то есть белок тоже дает нам сытость. По сути, у тебя будет в течение дня просто дефицит белка. То есть ты в рамках одного дня, скорее всего, белка не доешь, потому что ты точно не съел 30 граммов белка. То есть по самочувствию, скорее, никак, потому что на самочувствие больше влияют жиры, углеводы именно в рамках одного дня. Жиры – это хорошее настроение? Жиры – это хорошее настроение, это большой уровень энергии, это большая активность и так далее. Это долгая энергия. То есть углеводы – это быстрая энергия, а жиры – это долгая энергия. А белки? А белки, они тоже, собственно говоря, так же, как и углеводы по калорийности. Но от них прям все, они дают чувство сытости, на самом деле дают, но именно вот на настроение они не влияют. Но когда ты будешь постоянно не доедать, например, белок, и у тебя будет его дефицит, то потом мы увидим, как у тебя вот был, помнишь, низкий белок, когда ты плохо ел, потом у тебя посыпятся, например, какие-то дефициты железа и так далее, потому что это все строительные материалы, вот опять же наши волосы, там кожа, седые волосы и так далее. Ну, грубо говоря, мы с тобой говорили о том, что если ешь кашу, круассаны и так далее, то ты там через 2-3-4-5 часов захочешь снова завтракать. Как ты делаешь ли ты ставки? Вот я не доел белка, захочу ли я, грубо говоря, поесть через 2 часа? Слушай, я бы вообще, я думаю, что вот, например, я дольше не захочу есть, потому что у меня еще было авокадо, у меня был лосос, у меня было больше жиров. Вот у тебя, например, были гречневые вафри, у тебя есть клетчатка, ну вот я бы, например, еще добавила бы, например, скрэмбелл к твоему блюду, еще бы добавила авокадо. То есть я бы еще усилила жирами чуть-чуть и белками. Вот тогда бы я не переживала за тебя в ближайшие 4-5 часов. Но, скорее всего, через 3 часа ты уже захочешь есть. Ну, поживем и увидим. Так, Ксюш, смотри, я тут вижу, у тебя есть йогурт. Можешь мне чуть-чуть объяснить? У тебя был такой великолепный завтрак. И белки, и жиры, и углеводы, все сбалансировано, все здорово, все классно. И тут на тебе еще десертик. Слушай, это не десертик, на самом деле там ягоды и сам йогурт, он не сладкий. Вот, дело в том, что я же ем 2 раза в день. Я не ем 2 раза в день, у меня не будет обеда. И то есть я не буду есть там порядка 6-7 часов, даже больше. То есть это догон? Это просто, да, объем. То есть я восполняю объем. Опять же, не всем это подойдет, потому что здесь надо иметь здоровый ЖКТ, чтобы переводить первый объем порции и второй объем порции. То есть у меня всегда завтрак состоит из 2-х каких-то частей. Если я, например, ем дома, у меня также первое блюдо. Ну, просто я уже сказала, что если я дома ем, у меня домашние гранолы, вот, у меня кокосовый йогурт и у меня тоже ягоды. Вот, то есть примерно то же самое. У меня всегда завтрак из 2-х частей для того, чтобы мне хватило этого приема пищи до 5-6 часов вечера. А ты не чувствуешь чувство вот этого тяжести, насыщения, то, что переела вот это? Нет, у меня нет. Потому что здоровый ЖКТ или потому что он просто растянутый большой? Потому что здоровый ЖКТ, потому что у меня переваривается еда достаточно хорошо. Если ты заметил, здесь нет хлеба, это то, что набивает желудок. Вот я не запиваю еду жидкостями, это тоже не дает ощущения вздутия и газообразования. Я ем, я ем медленно, я переживываю тщательно. И, по сути, если в моем рационе нет хлеба, нет булок и нет большого количества напитков, у меня нет ощущения вздутия или тяжести в желудке. Ну, плюс здоровый ЖКТ, конечно. Так, Ксюш, на самом деле у меня вопросов не осталось. Я тебе безумно благодарен, потому что, ну, изначально, когда мы с тобой планировали пойти позавтракать, это так, ну, наверное, что-то получится. Я честно скажу то, что я сегодня действительно получил много полезной информации о том, как правильно, как неправильно. Для меня это было огромное открытие, хотя мы с тобой уже год снимаемся. Ну, потому что на практике это выглядит немножко по-другому, и ты понимаешь, как эти знания, про которые мы постоянно говорим, применить, вот, фактически. У меня есть идея еще также сходить на какой-нибудь ужин и вот в точно таком же формате снять про ужин, что можно есть, что нельзя, как это заказывать. Я прошу вас поддержки. Если вам понравился такой формат, пожалуйста, напишите в комментариях, давайте ужины, вот, и мы тогда с Ксюшей, я думаю, что сходим. Да, без проблем. Еще раз тебе благодарим. Спасибо большое. Заканчивай. И спасибо большое этому прекрасному месту. Я надеюсь, что нас пустили, как себе домой практически. Я очень надеюсь, что это видео было вам полезным. Мы хотели на практике показать, как применять знания, про которые мы постоянно говорим в жизни, чтобы вы чувствовали себя прекрасно. Напомню, что если вы не знаете, как есть, что есть, что можно есть именно вам, то обязательно приходите на наш бесплатный вебинар по здоровому пищеварению. Ссылка находится в описании к этому видео. И отмечайте в комментариях, если вам интересны ужины. С вами была Ксения Черная, Николай, Мария за кадром. И вы смотрели канал про здоровье.